Добрый день, мы из Украины. Витаю вас, друзья, и приветствую вас, друзья. Сегодняшнее видео у нас как бы пошло не по плану, я не собирался сегодня никакое видео делать, но случилось так, что сегодня утром позвонил мне наш давнишний друг и приехал в наш город на своем автомобиле в соседней области, и мы с ним повидались. И вот, значит, получилось снять такой вот коротенький обзор очень интересного автомобиля и пообщаться с очень интересным человеком. Звать его Володя, вот, ну и сейчас посмотрим, что там и как у него с машиной. Хотелось бы додать окремо подяга нашим войсковым за то, что у нас есть такая возможность что-то делать, что-то творить и жить. Информация для родственников, друзей, живущих за границей, все нормально у нас, все хорошо, все живы-здоровы. Ну что ж, давайте приступим. Ну и так, друзья, значит, приехал к нам в гости соседнего региона, соседней области, Володя. Наш старый друг, знакомый, приехал он к нам в гости. И вот такой вот Запорожец. Значит, на улице у нас ветер, сегодня чуть-чуть похолодало, вчера было плюс 29, сегодня полегче, но ветер. И если со звуком могут быть проблемы, то заранее приношу свои извинения. Ну давайте посмотрим. Вот такой вот горбатенький Запорожец. Вот он участвовал в автовыставках. Разных человек тоже ездит на выставки. Так, вот цвет у него с металликом. Такой вот яркий. Прикольные фары у него. Вот, современные, с линзами. То есть, наверное, они отлично светят и не слепят других водителей. Бампер. Вот. Вот такой вот бампер. Потому что с оригинальными бамперами все-таки проблема найти их новые. И человек выходил из положения таким образом. Довольно классное решение. Вот. Колеса. Колеса у него вот дисковые тормоза. Все он переделывал. Потому что человек тоже ездит по горам, путешествует и делает так, чтобы автомобиль был надежный. Вот заднее колесо на барабане. Опять же, вот оригинальные воздухозаборники. Большая редкость в хорошем состоянии найти их. Вот. Вот такой вот запорожец. Сейчас попросим, попросим Володю, чтобы он открыл нам мотор, показал. Так. Вот такой вот двигатель установлен. Очень продуманно. Все грамотно. Забор воздуха идет с крыла. Что у нас тут? Бачок. Радиатор. Мотор у нас Таврия, если я не ошибаюсь. Таврия, да, у него выхлопная система тут продумана. Инженерская мысль работает. Вот так вот он выглядит. Опять же. Опять же, он был на выставках. Тоже вот так вот. Оригинальное решение. Черт, ветер. Оригинальные у него стопыки. Ну, вот так вот все это выглядит. Так, вот так вот заводит. Ох, моща. Ну, вот так вот здорово. Значит, впереди у него стоит радиатор. Дополнительный охлаждение. Багажник. Что мы тут видим? Бензобак. Печка. Вот довольно такое вот оригинальное решение печки. Хорошо сделано. Бачок омывателя. Так, это предохранитель и проводка у него. Тормозной бачок. Ниже. Значит, запасочка тут докатка. Ну и вот столько места в багажнике. Кто-то будет говорить, а, типа мало места. Ну, ребята, мы картошку не возим и ящики с яблоками. Мы машины для своего удовольствия делаем. Вот так оно выглядит. Багажник. Так, по салону. Что мы тут видим? У нас тут оригинальные сидения. Задние. Ну, мы тоже, когда переделываем все, где-то мы оригинальные оставляем сидения. Передние, значит, от Мазды стоят. О! Электроуправление. Пожалуйста. Удобно. Обалденно. Обалденно. Сидения ездят. Так. Руль уменьшенный. Вот это для удобства. Человек тоже по Карпатам ездит. Там в эти перевалы, повороты с оригинальным рулем. Жутко. Тяжело и неудобно. Оригинальный спидометр. Так. Дополнительные приборы еще тут. Вот такие вот стоят. Что у нас? Педальки. Вот. Педальки все так. Вижу, что в оригинале. Очень хорошо сделано все. Очень интересная машина. У нас тут динамик. Опять же, ручка. С подлокотником для удобства. Вот. Ну, прекрасно, прекрасно. Все хорошо. Так. Вот. Полик застелен ковролином. Это очень здорово. Вот сидения оригинальные. Сзади. Так вот все оно выглядит. Панель приборов. Магнитофончик. Ага. Еще и бардачок тут есть. О! Вот это круто, удобно в дороге. Особенно, когда далеко едешь. Это очень удобно. Иметь бардачок такой. Ну, вот так вот. Так вот выглядит салон. Так. И что еще тут переделано? Значит, коробка стоит от сороковки. Первая, вторая передача. Потом третьей нету. Четвертая и пятая. Там переделана коробка. Шестерни переделаны. В общем, у него как бы появилась уже повышенная передача. Где-то по автобану ехать. То есть, чтобы не было проблем с автомобилем. Ну, естественно, тянет он, конечно, офигенно. Вот. Тут фаркоп стоит у него. Человек ездит с прицепом. У него там спальный домик он затягает за собой. Он автотурист. Как и мы. Ну, вот как-то так. Ну, и сейчас мы спросим у него что-то. Ну, и вот. Значит, вот перед нами владелец автомобиля. Звать его Володя. Вот. И... Ну, хотелось бы спросить. Вот. Что побудило? Почему пришли к такому решению переделывать автомобиль? Салон, двигатель, ну, и все остальное, что сделано? Ну, это моя душа. У меня хотелось бы сделать машину для дальших поездок. Не с родным мотором и с родными сидушками. Это не возможно было бы поездить. Можно было бы трошки проездить по месту и дальше не. А так, то мы любим по горах поездить, любим дальше поездить, любим спальником с прицепом поездить. И отпочитить. И помиловать природой. И машину. Как вот поделиться, что угодно. У таких далеких роках. И сейчас поддерживать сучасными машинами на трассе. Так что мы не отстояем, стараемся быть в потоке всех машин. Да, когда и обгоняем, навык. Понятно, да. Это доброе. И все новшества хочется для удобства, правильно? Чтобы было удобно ездить. Так, я старался не для оригинала машинку. Дуже ее не хотел переваривать, перероблять. Но дело в том, что машинка не оригинальная. Потому что я и не хотел, чтобы было. Хотел поставить двигатель нормальный, чтобы нормально ехали. Тормоза, чтобы были двухконтурные. Одни-одни тормоза, как у нее в переднем были. Ну, тормоза дисковые передние, сзади лишились все родные, но трошки переробили на диски на титани. На титанах. Она мягче иду, больше резина. Можно зимную и летню резину поставить. Ну, и так для зручности. Понятно, понятно. Все зрозумело. Ну, что ж. Подякуем. Большое спасибо за такое интервью небольшое. И спасибо, что заехали. Вот такая вот чудо-машинка. Просто прекрасная, красивого цвета. Ну, и пожелаем в добрый час человеку счастливо ездить. Как там говорят, ни жезла, ни гвоздя. Дякую, дякую. Дякую за... Для такого... Відчуття такого, бою. Йдем в место, и тебя все приветствуют, всі смеются, всі кажут, что классная машинка. Ну, мне очень приятно, задоволение получаю от того, что недаремно я старался и працював. И для себе, и для людей, які поважають ретро-машини. Понятно. Ну, шо ж. На этом будем заканчивать. Такой вот короткий репортаж. Кому интересно, оставайтесь на канале. Буду стараться еще что-то снимать интересное. Пока-пока. Всем здоровья. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok